Сегодня в программе. У православных христиан идет рождественский пост. Расскажем о его традициях и правилах воздержания. Молитва о Святой Руси Архангелу Михаилу. Митрополит Василий побывал на престольных торжествах в самом высокогорном монастыре Адыгеи Михайло-Афонской пустыни. Екатеринодарская семинария отметила день своего небесного покровителя. Уроки самообороны и оказание первой помощи для юных прихожан. Ребята отложили гаджеты, учатся разводить костер и играют в Зорницу. Подробности далее в выпуске. В день собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных митрополит Екатеринодарский Кубанский Василий по приглашению архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона возглавил божественную литургию в Свято-Михайловской, Афонской, Закубанской мужской общежительной пустыне. На божественную литургию прибыли благочинные и клирики Майкопской епархии, духовенство Кубанской митрополии, представители казачества Краснодарского края и Республики Адыгея, военнослужащие различных родов войск России, многочисленные прихожане и паломники. За литургией были вознесены молитвы о мире на Святой Руси. Старинный монастырь был основан в 1877 году монахами, пришедшими в здешние места со Святой горы Афон, поэтому и названа она была Афонской. Михайловской в честь архангела Михаила, Закубанской по месту расположения, за рекой Кубань. Место под строительство монастыря добровольно даровали казаки местных станиц, а пустынью назвали, потому что обитель построили в пустынной незаселенной местности среди отрогов Большого Кавказского хребта на высоте 907 метров над уровнем моря. К концу XIX века это был мощный паломнический центр на Северном Кавказе с пятью величественными храмами, мастерскими, подзомным хозяйством, больницей и церковно-приходской школой. В советские годы монастырь почти до основания уничтожили. На его территории в разные годы существовали дом отдыха, дом инвалидов войны, детская трудовая колония, турбаза. В 2003 году святыня была полностью возвращена от церкви. Началось ее возрождение. И вот в этой обители хотелось бы пожелать нам всем, чтобы мы старались быть похожими на кого? Мирские на монахов, а монахи на ангелов. Так вот, как раз в монастырях всегда трудились именно душой. И мы благодарим, что видим, что эта обитель и стремится к этой цели. И наследовала она эту цель от горы Афонской, от дела Божьей Матери, которая как раз и появилась для того, чтобы напоминать людям о главной цели в жизни – о покаянии. Владыка Тихон выразил благодарность митрополиту Василию за посещение свято-михайло-афонской закубанской пустыни в день престольного праздника. Также в этот день управляющий майкопской епархией провел небольшую ознакомительную экскурсию для владыки Василия по территориям Свято-Никольского храма поселка Тульский, Спасо-Иверского архиерейского потворья и строящегося Свято-Успенского кафедрального собора города Майкопа. Святитель Иоанн Златоуст, память которого Православная Церковь чтит 26 ноября, является небесным покровителем Екатеринодарской духовной семинарии. По этому случаю в учебном заведении состоялся актовый день. Празднование началось с Божественной Литургии в семинарском Свято-Троицком соборе, которую возглавил митрополит Екатеринодарский Кубанский Василий. Святитель Иоанн Златоуст, во-первых, архипастер, во-вторых, он много заботился о том, чтобы священство процветало. То есть он говорил о том, как необходимо вести себя священнику, о том, каков должен быть кандидат в священнике и как человеку недостойнейшему все-таки суметь приступить к этому служению. Тем более, что святитель Иоанн Златоуст является автором главной литургии Православной Церкви, литургии Божественной имени святителя Иоанна Златоусту. В своей проповеди по окончании богослужения Владыка напомнил семинаристам и их старшим наставникам, преподавателям, что священническое служение – это большая ответственность перед Богом и людьми. Владыка призывал обращаться к примеру служения, которое явил святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, и нести свет православной веры до конца своих дней. Помните, что мы поставлены Богом и ставимся на священницу, чтобы светить, а не омрачать жизнь христианскую. Да поможет нам в этом Господь. День памяти святителя еще раз. Мы благодарим Бога, что он нам даровал такого великого покровителя, который непрестанно находится у престола Святой Троицы и возносит, надеемся, и за нас, недостойных, свои святительские молитвы. Торжественные мероприятия продолжились в актовом зале Екатеринодарской духовной семинарии. В своем слове митрополит Василий отметил успехи учебного заведения за прошедший год, а также напутствовал студентов семинарии и ее преподавательский состав на новые достижения. Ряд преподавателей и сотрудников Екатеринодарской духовной семинарии в этот день за особые заслуги были отмечены архиерейскими грамотами и памятными знаками в честь десятилетия Кубанской митрополии. 28 ноября у православных христиан начался рождественский пост. Его также еще называют Филиппов, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун праздника Рождества Христова. По времени возникновения рождественский пост – один из самых древних. Как и великий, он длится 40 дней, но не такой строгий. В это время христиане стараются воздерживаться от продуктов животного происхождения – мяса, яиц и молока. В определенные дни уставом разрешается рыба. Главное, что пост является не столько физической, сколько духовной подготовкой к празднику Рождества Христова. Христиане в эти дни стараются чаще бывать в храме, исповедуются и причащаются святы христовых тайн. В храме Святого Духа Краснодара состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринодарский Кубанский Василий. Помолиться с правящим архиереем собрались многочисленные прихожане, сестры и братья Общества Милосердия Святодухого Храма, юные участники молодежного приходского движения. Каждый раз, когда мы приезжаем в этот храм, мы видим немалое количество детей, особенно детский хор. Это не может нас не радовать и не вдохновлять на большее, скажем, усердие в служении Богу. Поэтому хочется нам сегодня всем пожелать в этот день, чтобы мы прежде всего себя проэкзаменовали. И самое главное, верны ли мы Христу, западем Его, посланием апостольским. И если у нас это будет все в порядке, то и семья будет крепкая. Есть такое выражение, часто про него говорим. Если Бог на первом месте, все остальное на своем. Поэтому желаем всем нам послушания Церкви, послушания Христу, а через Него приобретем спасение. Аминь. После божественной литургии митрополит Василий осветил ротонду в честь иконы Божией Матери Спарительница Хлебов, которая возводится на территории храма. Эта ротонда станет местом, где каждый верующий сможет в любое время вознести молитву перед чудотворным образом. Затем был совершен чин освящения поклонного креста. На кресте начертаны имена почивших строителей и попечителей храма. Еще одним знаменательным событием стала посадка аллеи памяти рядом с поклонным крестом. В завершении праздничного дня на территории храма прошла военно-спортивная зорница, в которой приняли участие представители Всероссийского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребят ожидала обширная и насыщенная программа. Они соревновались в различных спортивных состязаниях, оказывали медицинскую помощь, метали гранаты, собирали и разбирали автомат калашников или организаторы. Подобные мероприятия в Краснодаре проводятся впервые. На торжественном открытии митрополит Василий напутствовал юн армейцев, пожелав им всегда держаться друг за друга и вместе побеждать. Так, становись! Ревняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи-дружинники! Здравия желаю, товарищ доставник! Вольно! С такого приветствия начинается каждое занятие православного военно-патриотического братства Ильинское, что при Краснодарском храме пророка Божия Ильи. Приветствие, молитва и затем уже братство приступает к занятиям. Здесь ребята обучают навыкам самообороны без оружия, умению выживать в условиях, где нет цивилизации и многому тому, что может пригодиться в чрезвычайных обстоятельствах. Программа самая разнообразная. Занятие с детьми ведет подполковник запаса Михаил Игоревич Фокин. Мальчишек он зовет дружинниками от названия древних княжеских дружин, которые по уровню подготовки соответствовали нынешнему спецназу. Братство создано по благословению настоятеля Свято-Ильинского храма протеерия Дмитрия Болтонова совсем недавно, осенью нынешнего года. Тем не менее, ребята уже проходят не только теоретические, но и практические занятия. Цель братства, цель научить детей оторвать их от интернета, от смартфонов, научиться выживать в условиях дикой природы, дать им навыки самообороны без оружия, научить их пользоваться, разбирать и собирать оружие. И, соответственно, чтобы из них выросли не какие-то там тепличные ребята, а защитники Родины, защитники православной веры. Одно из занятий было посвящено обороне от нападения бойцовской или бродячей собаки. Наставник и руководитель братства показывает различные приемы, которыми можно воспользоваться, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Способов множество, но это не все. Здесь учат не просто пользоваться полученными знаниями. Задача руководителя братства, прежде всего, научить детей думать, проявлять смекалку и сноровку, которой они обучаются на занятиях. «Их главное оружие – мозг», говорит Михаил Игоревич. «Как вести себя по дороге из школы, когда родителей нет, а рядом посторонние взрослые? Какими должны быть правильные действия при пожаре? Как вести себя с незнакомыми людьми в лифте и другое подобное?» На занятиях дается комплекс мер самообороны и частично приемы армейского рукопашного боя для того, чтобы ребенок мог освободиться от захвата словомышленника и вызвать полицию. Но и это только часть разносторонней программы. «Добывать огонь, добывать воду, очищать воду, готовить пищу в условиях таких немножко не цивилизованных, а на углях, на костре, запекать. Добыть пищу, учим, чтобы они могли поймать рыбу. Соблюдение гигиены, соблюдение пожарной дисциплины при проведении огневых, проведение костра, разжигания. Все мы изучаем, они это знают». Уже проходили практические занятия на природе, где дети под руководством наставника пробовали, например, развести костер разными способами, начиная от спичек и заканчивая огнивом. Мальчишки явно остались довольны. «Мне в наших занятиях нравится то, что я узнаю много нового. И для меня самая интересная тема – это, наверное, самооборона от… Сегодня было занятие самооборона от собак. Еще у нас было занятие самооборона от разных нехороших людей. Мне было бы, наверное, интересно узнать, как делать какие-то подручные средства. Например, Михаил Игоревич говорил, что мы будем делать самодельную духовую трубку». Впереди ребят ждут увлекательные занятия по практическим ловле и охоте и не только. Желающие могут присоединиться к членам Ильинского военно-патриотического братства. Сюда принимаются дети от 8 до 13 лет без противопоказаний к занятиям физической культуры. Занятия бесплатные и проходят дважды в неделю – по вторникам и четвергам с 15 до 17 часов. Следующий выпуск программы выйдет 15 декабря. Следите за нашими новостями на сайте Кубанской метрополии и в официальных аккаунтах. Ждите благих вестей!